В эфире Народные новости в студии Яна Сараева. Здравствуйте! В начале выпуска его главная тема. Петербургский Эрзи Артём Сдунов побывал на выставке работ скульптора из коллекции Русского музея. На прививку в мобильный пункт иммунизация населения Мордовии продолжается. Ждём циклон. За выходные в Мордовии выпадет рекордное количество осадков. Просрочки нет в саранских супермаркетах. Прошла прокурорская проверка. Высокая награда президент России Владимир Путин поощрил асфальтобетонщик общества с ограниченной ответственностью Мордов-Дорстрой Владимира Шувалова. Он награждён медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. К другим темам. В Мордовии отметили День работников сельского хозяйства. Год выдался сложным для аграриев из-за жаркого лета. Однако многие отрасли сельского хозяйства укрепили свои позиции. По ряду показателей Мордовия удерживает лидерство среди регионов ПФО и России в целом. Как прошёл этот год и какие задачи стоят перед работниками сельского хозяйства? В следующем сюжете. Накануне профессионального праздника аграрии принимают поздравления и подводят итоги. В этом году удалось нарастить производство и экспорт. Сохранить лидирующие позиции по ряду показателей и достичь новых высот. Так Мордовия по-прежнему остаётся лидером по производству яиц. А в этом году вышла на первое место в России по производству молока. В этом году не просто пришлось растения. Водом битва за урожай разворачивалась в сложных условиях. Засуха не позволила побить прошлогодние рекорды. Однако по сравнению с соседними регионами можно сказать, что республика вышла из ситуации с минимальными потерями. На результат повлияли многие факторы, в том числе вовремя внесённые удобрения и своевременная уборка урожая. Только героическими усилиями технологов, специалистов, руководителей был спасён урожай. И те 1,2 млн тонн зерна, которые мы получили, плюс к этому почти 100 тысяч тонн технических культур, это очень большая победа в текущих условиях 2021 года. Я скажу, что в полтора-два раза площади больше в Ульяновской области, в Нижегородской области, но они зерна собрали столько же. Накануне праздника аграриям вручили государственные награды. Сергей Сеушов, руководитель птицефабрики Чамзинская, награждён Орденом Славы Первой степени. Он посвятил отрасли более 20 лет и стал полным кавалером Ордена Славы Республики Мордовия. Всем спасибо. Мы работаем для людей, пытаемся сделать просто хорошее дело. С 60-летием поздравили коллектив Рамаданов Сахара. Одно из старейших предприятий республики входит в десятку крупнейших заводов России. Также подвели итоги трудового соперничества за этот год среди районов. Награда за самое эффективное ведение сельскохозяйственного производства отправилась в Чамзинский район. Здешнее сельхозпредприятие производит 37% всего объёма мяса в республике. В отрасли животноводства отметили аграрии Фляймбельского и Рузаевского районов. Самые высокие – на Дое, Вычалковском, Дубёнском и Качкуровском районах. Лучшие растения и воды – в Оттяжевском, Монцарском, Большегнатовском и Рамадановском районах. Также награды получили коллективы крупнейших сельхозпредприятий, руководители фермерских хозяйств, лучшие студенческие сельскохозяйственные отряды, опытные специалисты. Наша задача – кормить людей, кормить их вкусно, кормить их дёшево, чтобы сельское хозяйство, переработка развивалась, продукции было много, было в достатке. Наши заделы, наши технологии, они позволили из этого тяжёлого года в растениеводстве выйти достойно. Мы получили меньше урожая, чем прошлый год, но считаем, что то, что нам удалось сделать, это нормально. Отметили труд тех, кто создаёт хорошие условия не только для работы, но и для жизни, помогает ремонтировать дороги, приводить в порядок ФАПы и дома культуры, закупает оборудование для сельских школ. Также наградили начинающих фермеров и молодых специалистов. Я работаю уже пять лет, молодым специалистом пришла работать после Института аграрного. В мои обязанности входят правильный учёт, подсчёт поголовья, правильная сортировка животных, чтобы моя работа показывала именно продуктивность сельхозпредприятия. То есть от меня очень многое зависит, что касается именно моей работы. Сейчас Республиканские аграрии сотрудничают с 32 странами мира. Теперь их должно стать больше. Такую задачу ставят на следующий год. Также в 2021-м в Республике началась большая работа по созданию пищевого кластера. Её предстоит продолжить. Уже озвучены были поставлены задачи, новые задачи, которые мы должны выполнить. Это делать честью, потому что лицо Республики – это наш труд, это наши поставленные цели, это инвестиции, это повышение продуктивности скота, повышение вырожая. Сельхозпредприятиям предстоит увеличить производство мяса до 400 тысяч тонн, до полумиллиона тонн возрастёт воловка молока. Нужно вырастить 2 миллиона тонн зерна и миллион тонн сахарной свёклы. Ряд новых проектов будет реализован в Дубёнском районе. Это позволит выйти на передовые позиции в области молочного производства. Ольга Данилова, Станислав Сёмин, Народные новости. 19 ноября в Доме Республики в режиме видеоконференц-связи прошло заседание регионального оперштаба. Обсуждалась текущая эпидемическая ситуация, ход вакцинации, мера противодействия распространению коронавирусной инфекции. Руководитель региона отметил, что в Мордовии наметилась небольшая стабилизация ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Судя по таким показателям, как выявляемость, она не снижается, но, конечно, бурного роста тоже нет. 165 случаев это много. Те ограничительные меры, которые мы ввели некоторое время назад, они показывают свою эффективность, особенно показывают эффективность работы со школами. Нам удалось эту цепочку разорвать. Вот как удержать сейчас эту ситуацию, что мы для этого делаем, сегодня на штабе мы рассмотрим. В настоящее время на лечении в ковидных госпиталях находятся 1700 пациентов, свободно 20% коечного фонда. Однако при этом, как отметила вице-премьер Галина Латванова, растет количество тяжелых больных. Агрессивность циркулирования сейчас штанов приводит к тому, что 118 человек, поражение пациентов тяжелые 75%. 149 в реанимации и 104 на ЭВЛ. Если сравнивать это время со второй волной, то на ЭВЛ было 56 человек, то есть почти 50%. Сейчас в два раза больше. Глава республики подчеркнул, руководителям органов власти, главам муниципалитетов, руководителям организаций необходимо обеспечивать неукоснительное соблюдение действующих защитных мер. Важнейшим направлением работы в борьбе с инфекцией остается вакцинация, достижение коллективного иммунитета. В республике созданы все необходимые условия, бесперебойно работают прививочные пункты, создан достаточный запас вакцины. И если некоторые районы уже близки к завершению вакцинации, то в других ее темпы очень низкие. Это и Чалковский, Ельниковский, Зубовополянский, Краснослободский, Эрмадановский районы. При этом трагедии с потерей близких людей от коронавируса коснулись, пожалуй, уже всех жителей республики. Каждый должен думать, прежде всего, о своей семье, о коллективе, с кем работает. Ну как вот, потом, сколько сводок приходят, друзей теряют, знакомых теряют, родственников, ну это же ужасно. При этом было отмечено, что в тех рабочих коллективах, где к вакцинации относятся дисциплинированно, заболеваемость инфекции очень низкая. И сама болезнь протекает по-другому. Человек лечится амбулаторно, и до больничной койки дело не доходит. Эксперты едино во мнении, только массовая вакцинация поможет справиться с агрессивной волной коронавируса. Глава Мордовии Артем Сдунов 19 ноября побывал в Музей изобразительных искусств имени Ирзина о торжественном открытии выставки мастера из собрания русского музея. Стоит отметить, что в столицу Мордовии прибыли 27 из 31 работы скульптора, которые хранятся в Музее Санкт-Петербурга. Руководитель республики приветствовал ценителей искусства, собравшихся на открытии выставки, и отметил, что это знаковое культурное событие, приуроченное к 145-летию великого мастера, и уникальная возможность для жителей гостей республики увидеть петербургского Эрзю. Очень приятно, что коллекция объединена. Я вот все высчитывал, сколько все-таки произведений находится в России. 240 произведений, 200 у нас, 27 прибыло к нам. Ну, конечно, в Петербурге должны были остаться, потому что тоже постоянный поток туристов. Я хочу сказать большое спасибо всем организаторам этого мероприятия, всем хранителям музея, потому что вынимание в музее огромное. Ни одного гостя, кто там приезжает, иностранцы, или москвича, федеральных органов власти, никого не оставляет равнодушным к посещению музея Эрзи. Это тоже не просто скульптура, это отношение, это душа музея. Давайте ее сохранять. Я считаю, очень правильный профессиональный подход. По видеосвязи собравшихся приветствовал генеральный директор Государственного русского музея Владимир Гусев. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество Мордовии и Русского музея и пожелал всем жителям и гостям республики обязательно воспользоваться редкой возможностью и познакомиться с неизвестным Эрзи, художником мирового масштаба, родина которого Мордовия. Директор музея Людмила Нарбекова назвала приезд петербургских работ Эрзи в Саранск событием эпохальным, напомнив, что воля художника была именно в том, чтобы все его произведения смогли быть достоянием Отечества и земляков. Глава Мордовия вручил награды представителям творческой среды республики и совершил экскурсию по выставке. Я думаю, они живые. Я вот сейчас подошел специально, посмотрел волокна. Деревянные волокна хорошо просматриваются. То есть он работал с живым материалом. Дерево после того, как срубишь, не знаете, да, если это даже взять обычную елку, то есть в Малатичи через много лет. Он работал с живым материалом, обрабатывал. У него есть свой почва. Всегда динамика, живость. Я ее называю метровой динамикой, потому что любит он видать. Волосы развиваются. Выставка в музее Эрзи будет работать до 9 января. 19 ноября глава Мордовия Артем Сдонов стал гостем регионального фестиваля национальных культур «Огаревский колорит». Он проходил во Дворце культуры и искусства МГУ имени Огарева. Марина Василевская, Сергей Соколов с подробностями. Индия, Ирак, Узбекистан, Абхазия и Бангладеш познакомятся с культурой и традициями другой страны, прямо не выходя из университета. Возможно. О том, чем живут представители разных национальностей, как формировалась их этническая уникальность, участникам фестиваля рассказывали студенты из разных стран. У нас была большая сложная работа, потому что мы разрабатывали его в многих разных форматах, и в дистанционном, и в смешанном формате. Ждали указов, смотрели по обстановке, в каком же формате он пройдет. Хорошо, что нам удалось провести его частично в очном формате. У нас кое-что все равно осталось дистанционным, но концерт, мастер-классы, выставка у нас проходит очно, и это здорово. В первую очередь, Огаревский колорит – это возможность поближе познакомиться с особенностями быта других стран. Можно на нем приобрести и вполне реальный навык – научиться играть на национальном инструменте, например. Или оставить на память яркий мехенди на руке от представительницы индийской диаспоры. Кто-то принимает участие в фестивале не первый раз и уже успел обзавестись друзьями. Для других этот фестиваль – дебют. Оттого все эмоции еще ярче. Я вот познакомилась во время праздника с очень многими участниками из разных стран. То есть это Египт, Марокко, Казахстан, Узбекистан также. Я хочу сказать, что во время праздника мне очень понравилось. Я сама выступала, я пою песню «Чайхана». Это восточная песня, всеми известная, особенно в России. Яркой точкой фестиваля стал гала-концерт. На сцене Дворца культуры и искусств МГУ имени Огарева самые красочные номера творческих коллективов и сольных артистов и аутентичные костюмы. Зрителям обеспечено полное погружение в культурное наследие народов мира. В МГУ имени Огарева обучаются более 2,5 тысяч иностранных студентов. За годы учебы регион 13 становится для них без преувеличения вторым домом. Это в своем выступлении подчеркнул и глава Мордовии Артем Сдунов. Он также отметил важность участия студентов-иностранцев во внеучебных проектах. Вы обогащаете нашу жизнь, жизнь в нашей республике. Я буквально недавно встречался с выпускниками, в том числе университета в Москве, с молодыми людьми, они там живут и работают, очень хотят взаимодействовать с Аранском, с Мордовией. Я призываю вас, где бы вы ни были в дальнейшем, помните, что Мордовия – второй ваш дом. Дом надо любить, надо о нем помнить. Поэтому, чтобы наши связи росли и умножались. Также на праздники были вручены медали и грамоты, а также присвоено звание заслуженных работников Высшей школы Республики Мордовия, тем, кто внес значительный вклад в дело подготовки квалифицированных специалистов. Я вижу, что в университете есть и такие уже династии ученых, которые многие-многие годы занимаются развитием науки, не стоят на месте, и эти результаты научной деятельности, они находят свое подтверждение уже в нашей практической жизни. Поэтому я хочу вас всех еще раз поздравить и с Днем молодежи, и с Днем преподавателя Высшей школы. Межэтническое взаимодействие в рамках фестиваля – это яркие впечатления, новые знания и навыки, а самое главное – новые друзья. Марина Василевская, Сергей Скалов, Народные новости. В Саранске состоялась третья сессия Государственного собрания Республики Мордовия. На повестке дня было 25 вопросов. Вячеслав Кузьменко и Владимир Надькин готовы рассказать обо всем подробнее. В повестке дня сессии было 25 вопросов. Перед началом обсуждения председатель Государственного собрания Мордовии Владимир Чайбиркин сказал несколько слов об итогах работы главы Республики в должности руководителя региона. Напомню, что 18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин назначил Артема Сдунова на должность временно исполняющего обязанности главы Республики. В сентябре 2021 года жители Мордовии большинством голосов поддержали его кандидатуру на выборах главы. Владимир Чайбиркин отметил, что за минувший год сделано много. Мордовия встала на путь преобразований. Депутатский корпус Государственного собрания окажет всемирную поддержку. Сладнейшая работа была проделана в финансовом секторе. Найдены ручьи нестабилизации финансового положения Мордовии. Намечена точка экономического роста. Наведен порядок в сфере платежей. Поэтому совершенно запенобенно рискали результаты крупнейшей в истории Мордовии избирательной кампании. Она показывает, что в Республике вас поверят. Пожалуй, именно в первой пути, то, что вы, Дмитрий Алексеевич, сделаете жизнь в Республике лучше, самое важное достижение первого года работы. Сессия продолжилась решением организационных вопросов. Так, в связи с тем, что депутат Петр Тултаев был назначен сенатором от Мордовии, его место заняла Светлана Киселева. Депутаты ввели ее в Совет высшего законодательного органа и назначили на должность председателя бюджетного комитета. Эту должность она занимала и в предыдущем созыве. В блоке финансовых вопросов значительное место занимали законопроекты, связанные с предоставлением налоговых льгот для поддержки предпринимательства. Мы расширили список видов деятельности, по которым для вновь создаваемых предприятий не нужно платить налоги на протяжении первых двух налоговых периодов, то есть на протяжении первого полугодия осуществления их деятельности. Теперь предприниматели, которые хотят осуществлять свою деятельность в сфере дошкольного образования, которые хотят осуществлять свою деятельность в сфере работы с кожей и другими видами деятельности, вправе воспользоваться этой льготой и, соответственно, освобождены от уплаты налога в первые два периода. Также депутаты одобрили создание в республике государственного юридического бюро. В нем населению будут предоставлять бесплатную юридическую помощь. Целый блок законопроектов касался приведения правовых актов Мордовии в соответствии федеральному законодательству. Изменения касались социальной сферы, а также отрасли культуры и архивного дела. Обсудили народные избранники и федеральные законодательные инициативы. В обсуждении проекта федерального закона приняли участие представители фракций «Единая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ». Также в ходе сессии депутаты утвердили аудитор счетной палаты Мордовии и назначили на должность мировых судей Ватяшевский район и Ленинский район Саранска. Вячеслав Кузьменко, Владимир Надькин. Народные новости. Многие уже прошли иммунизацию, а тем, кто только собирается и кому пора привиться повторно, на помощь придут мобильные пункты вакцинации. Они располагаются по всему городу. Несмотря на морозную погоду, у рынка Заречной Нахимаша собрались люди. Собрались не просто так. Все на вакцинацию. Мобильные пункты – отличная возможность пройти иммунизацию, не обращаясь в медицинское учреждение. Вакцинация населения – единственный надежный способ остановить коронавирус. Вот такие автобусы работают по всей Мордовии, в том числе и во всех районах Саранска. Время и место каждый желающий привиться может выбрать удобное лично для него. В мобильных пунктах наличие все виды вакцин, в том числе и спутник Лайт. Однако специалисты уверены, первоначально привиться лучше двухкомпонентной вакциной. Мы воспринимаем спутник Лайт, эту вакцину, как вакцину, используемую для формирования гибридного иммунитета. В первую очередь. Что такое гибридный иммунитет? Когда человек переболел, переболел и получает какую-то добавочную дозу, бустер-дозу. Желательно, чтобы он привился, конечно, двухкомпонентной. Для тех людей, которые переболели или привиты полностью двухкомпонентной вакциной, вот им предлагается спутник Лайт. То есть, в первую очередь, спутник Лайт используется для повторной вакцинации или для первичной вакцинации переболевших. Это основное применение вакцины спутник Лайт. От гриппа привиться тоже важно, но делать это можно лишь спустя месяц после вакцинации от ковид. Подробную информацию о местах нахождения мобильного пункта можно найти на сайте городской администрации. Работают пункты ежедневно до трех дня. 20 ноября автобус здоровья будет припаркован на бульваре Марины Росковой и в районе дома номер 19 по улице Косрево, а также вновь у рынка Заречный. При посещении обязательное наличие паспорта, медицинского полиса и СНИЛСа. В республике продолжает действовать система QR-кодов. Ими обеспечено эквивалентное число привитых и переболевших коронавирусом количество человек. Комментарии республиканского Роспотребнадзора по теме, а также мнения граждан об этом в материале моих коллег. Начиная с марта 2020 года республика живет в режиме повышенной готовности. Нестабильность противоэпидемической ситуации отмечается на всех уровнях. Заметный рост числа заболевших в текущем году начался с сентября. Все логично объясняется. После летних отпусков в прежнем составе сформировались рабочие коллективы. Дети вернулись в сады и школы. Как итог, неутешительная статистика. В данной ситуации, несомненно, мы должны были проанализировать ситуацию и наметить профилактические пути, те пути, которые бы позволили остановить рост инфекции в республике. Начиная с 15 октября, поэтапно были введены QR-коды. Первыми ввели вход по QR-кодам в кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и театры. Именно там концентрируется наибольшее количество человек одномоментно. Сейчас коды требуются на входе практически в любое учреждение. Исключением не стали и торговые центры, даже небольшие по площади. В большинстве своем жители Мордовии необходимость этой меры понимают. Все нормально, прививка сделана, QR-код имеется. По моему мнению, тогда QR-коды нужно вводить во всех магазинах, а не в некоторых. Потому что сюда можно, а туда нельзя войти. Чтобы ограничить число непривитых, которые ходят по общественным местам, в принципе, все эпидемии, вакцинации побеждались. Антипривычники, это просто, я считаю, провокаторы, которые сами непонятно чего где-то нахватались и другим ходят, людям воду мутят. Я прививку давно сделала чисто для себя, поэтому на меня особо это не повлияло никак. Ну, чтобы болезнь не распространять, в конце концов, зараза она и зараза. Надо как-то обходить. И если уже предложено врачами, это просто необходимость. Просто необходимость жизненная. Если все соблюдали бы все, что положено, заболеваемость снизилась бы, может быть. Вот поэтому я и за. Наступило такое время, когда все болеют, и поэтому не знаю, что как быть. То ли так хорошо, то ли так хорошо. Но вспоминаем то время, когда просто зашел, просто взял и просто ушел. Один человек-носитель инфекции способен заразить ни одного и даже ни двух людей вокруг себя. Из-за цепной реакции эта цифра может вырасти в десятки раз. Полностью исключить социальные контакты на весь период пандемии просто невозможно. Но методы решения проблемы все же есть. При любом инфекционном заболевании должны соблюдаться две профилактические меры. Это разобщение людей и это, несомненно, вакцинация населения. Когда будут соблюдаться вот эти две меры, несомненно, произойдет в любом месте снижение уровня инфекционной заболеваемости. Напоминаем, что QR-код появляется в вашей учетной записи на госуслугах после перенесенного ковида либо прохождения вакцинации. Храните и предъявлять его можно в любой удобной форме на бумажном или электронном носителе. Марина Василевская, Ирина Суконкина, Сергей Кувакин. Народные новости. Ждем циклон. Пока Москва и Подмосковье готовятся к небывалому снегопаду в Мордовии, на первый взгляд его ничто не предвещает. Однако природа обманчива, атмосферные фронты имеют свойство перемещаться очень быстро. Своим прогнозом на грядущие выходные с нами поделились синоптики. В выходные в Мордовии прольется гренландский дождь. Также ожидается очень сильный снегопад, причем тоже гренландский. Именно из этого далекого Северного моря в среднюю полосу России пожалует циклон. Весь день 20 ноября республику будет заносить метель. На дорогах возможен гололед. Плохие новости для метеочувствительных людей на этом не заканчиваются. Барометры в этот день зафиксируют ощутимо низкое атмосферное давление. Оно упадет до 715 мм ртутного столба. Такие низкие значения Мордовский гидрометцентр уже фиксировал в разные годы, но случается это крайне редко. Так, 5 февраля 1999 года оно было еще ниже 712 мм ртутного столба. В 2002 году, 8 марта, это значение было чуть выше 714 мм. Это явление, по сути, и вызовет осадки и усиление ветра, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха днем 20 ноября составит минус 2-3 градуса по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 6. 21 ноября тоже сохранятся осадки, но немножко в меньшем количестве без дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью уже будет 0-5, днем минус 1, плюс 4 градуса. 22 ноября температура воздуха в течение суток уже будет минус 2, плюс 3 градуса. Осадки сохранятся небольшие. Ветер вспоминает свое направление с юго-западного на северо-западный. Понедельник также будет сырым и ветреным, а вот уже с 23 ноября температура воздуха начнет понижаться, а атмосферное давление напротив расти. Также синоптики прогнозируют падение температуры на 2-3 градуса ниже нормы уже с 25 ноября. Марина Василевская, Народные новости. Этноблогеры в Подлесной Тавле в рамках медиа-форума Шумбрат Фенугри Туристическая представители семи регионов России познакомились с языковой культурой Макшанского и Ирзианского народа. Так радостно и громко встретили этноблогеров в Подлесной Тавле. Здесь 19 ноября стартовал блок-тур в гостях у носителей языка. Молодые блогеры представляли семь регионов России. Республику Мариэл, Алтай, Башкирию, Чувашу, Мордовию, Челябинскую и Оренбургскую области. Участники медиа-форума отправились знакомиться с Мордовской глубинкой. Блогеры, которые участвуют в медиа-образовательном блок-туре, они приехали из разных уголков России. Наша задача вообще, почему мы привлекаем молодежь, но мы сейчас живем именно в 21 веке, в век информационных технологий, тем более в непростых условиях. И именно нам надо продвигать нашу культуру. Одна из остановок тура – музей этнокуду имени Ромашкина. В нем собраны изделия обихода, хозяйственная утварь и предметы быта рязанского народа. Гостей накормили разными вкусностями – хлебом с солью, ароматными пирожками и домашними заготовками. Конечно, не обошлось без мордовских песен от местного ансамбля. Этноблогеры приняли участие в свадебном обряде и посетили уроки резьбы по дереву. А культура Мордовии подарила массу эмоций участникам из других регионов. Представитель казахской молодежи, начинающий блогер именно на казахском языке, чтобы просвещать молодежь, чтобы казахская молодежь тоже учила казахский язык. Именно поэтому вот приехал сюда посмотреть, познакомиться с культурой мордовской, республику Мордовия посмотреть. Первый раз я здесь никогда не был. Ну, конечно, очень красиво, очень море эмоций, но словами не передать. Такие форумы – способ продвижения родных языков народов России. Посетив множество интересных мест, блогеры в живой и яркой форме познакомят своих подписчиков с однокультурным наследием финно-угорских народов и туристическим потенциалом разных регионов. Полина Клеменкова, Евгений Фролкин, Народные новости. Почти как профессионалы на туристическом полигоне и скалодроме в юго-западной части Саранска подростки оттачивают навыки, которые пригодятся в походах и не только. Как проходят занятия и что школьникам нравится больше всего, расскажем далее. Ролики, каски, карабины – все для безопасности детей. Без полной экипировки на полигон путь заказан. И хоть это лишь тренировки по спортивному туризму, обстановка максимально приближена к реальности. Тут и бревна, и рвы, и высоты – все, как у настоящих профессионалов. Все это в Саранске появилось благодаря федеральному проекту национального проекта «Образование. Успех каждого ребенка». В нашей участке стоит, теперь уже стоит, полностью весь смонтированный и готовый туристический полигон. Мы добивались его два года. В этом году мы смогли доказать, что спортивный туризм в регионе действительно нужно развивать. На полигоне предусмотрены четыре полосы препятствий от самого простого к самому сложному по классам спортивного туризма. Такой полигон единственный в Мордовии. Такого полигона существует только в Ёжкороле, в Москве, в крупных городах. В республике Мордовии до этого никаких колоссальных сооружений не было. И занятие по туризму проходило на открытом воздухе, на бревнах использовалось. Вот сейчас, благодаря опять национальным проектам, мы построили полигон для отработки как раз именно навыков спортивного туризма. Ребятам на полигоне нравится. Спортивный туризм – это не просто активный отдых. Самый настоящий труд – работа над собой. В зависимости от физических способностей каждый определяет для себя подходящий этап. Больше всего желающих попробовать свои силы около так называемых параллельных перил. Любой, кто не привык сидеть на месте и стремиться получить новые впечатления, сочетая их с физическими нагрузками, сможет подобрать для себя испытания по плечу и по душе. Самое сложное, наверное, это те задания, которые сейчас делают старшие. Так как я совсем новичок, я пока еще не все знаю, не весь материал, который в дальнейшем мне предстоит узнать. Вот это мне кажется сложным и непонятным пока. Занятия спортивным туризмом отлично подойдут тем, кто не привык сидеть на месте. Физические нагрузки в сочетании с новыми впечатлениями не оставят детей равнодушными. Занятия абсолютно бесплатные. Здесь ждут ребят от 8 до 17 лет. Единственное условие отсутствие медицинских противопоказаний. Ирина Суконкина, Евгений Фролкин, Народные новости. Спортивный объект, открытие которого ждут все, без исключения, Саранск-Арена. Благодаря инициативе главы Мордови Артема Сдонова объект будет достроен до Нового года. Напомним, что в июне по поручению президента России Владимира Путина правительство выделило более 850 миллионов рублей на завершение строительства арены в Саранске. Глава республики взял стройку и контроль. Объект доверили организации с многолетним опытом ООО «Стройэнергокомплект». Наша съемочная группа ознакомилась с ходом завершения строительства универсального спортивного зала. Саранск-Арена. Второй по величине спортивный объект нашей республики. Работа здесь кипит в прямом смысле этого слова. Рабочие подготавливают арену для заливки льда. В гимнастических залах кладут специальный паркет. Монтируются инженерные конструкции. Совсем скоро эти 7810 кресел заполнят зрители. Саранск-Арена откроет свои двери для посетителей. Работы здесь проводит фирма «Стройэнергокомплект». И не просто так именно ей доверили достроить такой значимый объект. Предприятие имеет в своем активе целый ряд уже сделанных из данных в эксплуатацию строительных объектов. Среди наиболее значимых жилищно-гостиничный комплекс «Тавла», универсальный зал «Мордовия-Арена», легкоатлетический «Манеж». «Стройэнергокомплект» и этот спортивный объект тесно взаимосвязаны. На первом этапе строительства фирма занималась разработкой проектной документации по инженерным системам и в дальнейшем приступила к реализации. «Нас приглашали на субподрядные работы по инженерным системам на второй этап этой стройки при генеральном подрядчике СМО-1. И вот, когда мы в этом году узнали, что все-таки на универсальном зале планируется его достроить, то мы проявили самое активное участие в дострое этого объекта, так как он нам был интересен». С начала третьего этапа строительства «Стройэнергокомплект» ведет объект. Инженерные коммуникации, их монтаж и пусконаладочные работы. Проверка готовности всех систем. Это финальная стадия строительства. «Зал к открытию будет оснащен самыми современными инженерными системами и оборудованными, которые только есть в Поволжье точно, но, наверное, не побоюсь сказать, что и во всей России. Ожидаем поставку в ближайшие две недели. Вот так сердце этого универсального зала это куба спортивного, который повесится в середине арены и будет освещать все спортивные мероприятия». Цена контракта чуть более 750 миллионов рублей. Ежедневно здесь трудятся порядка 350 рабочих. Практически все они из Мордовии. Это еще один плюс компании. Рабочими местами обеспечивает жители республики. «Саранск-арена» — спортивный объект действительно универсальный. «Он очень важен для республики и является социально значимым. Сдача объекта запланирована на декабрь месяц. В настоящее время завершается строительная работа, проводится пусконаладка всех инженерных систем и коммуникаций». Строительство универсального зала проводится в рамках государственной программы Мордовии развития физической культуры и спорта. В октябре этого года спортивный объект посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он оценил ход строительства. Вице-премьер отметил, Саранск-арена станет именно тем местом, где будут воспитываться новые чемпионы. Здесь будут проводиться матчи по хоккею с шайбой, соревнования по фигурному катанию, а также сюда пригласят жителей города на массовые катания на коньках. Ледовая арена трансформируется под площадку для соревнований по баскетболу, волейболу, художественной гимнастике. Универсальный зал станет площадкой для проведения событий всевозможных уровней. Кроме этого, в универсальном зале будет располагаться тренажерный зал и зал для силовой подготовки. Саранск-арена будет готов к приему посетителей еще до конца этого года. Валерия Никитина, Сергей Соколов, Народные новости. Просроченным и продуктам без маркировки твердые нет. В Саранске сразу в нескольких точках прошла прокурорская проверка по выявлению ненадлежащих товаров. Как это было, расскажет Анастасия Целегина и Сергей Соколов. Многие граждане не раз находили или даже приобретали просроченный товар. Вот только вернуть его или обменять стремятся не все. Мол, сам не доглядел, а значит сам и виноват. Вот только это далеко не так. Следить за состоянием продуктов на полках обязаны директор и продавцы магазина. А чтобы держать эту ситуацию на контроле, прокуратура республики регулярно проводит проверки качества пищевой продукции. Просрочка способна ударить не только по кошельку, но и по здоровью. Испорченный продукт причина интоксикации организма, а она чревата серьезными последствиями. Чтобы избежать этого, нужно обращать внимание на маркировку, дату изготовления, срок и условия хранения. Казалось бы, это зона ответственности продавцов, однако на прилавках просрочка все же встречается. Проверка соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности и качества пищевой продукции одно из важнейших направлений в деятельности прокуратуры. Данная проверка направлена на выявление случаев реализации граждан некачественной продукции, наличие у данной продукции необходимых сопроводительных документов, а также наличие у работников необходимых медицинских осмотров. В ходе проверки прокурор и сотрудник Роспотребнадзора проверяют на продуктах наличие маркировки, а также срок их годности. Как правило, о грядущей проверке руководство магазина ставит в известность накануне. Однако, несмотря на это, ненадлежащий товар все-таки находится. Проверку только начали, поэтому выявили, что грибы, шампиньоны потеряли вообще товарный вид, видите сами, их состояние, но и отсутствует маркировка от производителя. Такой товар присутствует на полках, то есть при фасовке товара, например, возьмем сыры, фасуются, фасовочное помещение здесь имеется в магазине, но при этом информация полная от производителя не наносится при фасовке пищевых продуктов, не указывается, невозможно покупателю проследить, кто является производителем данной продукции, дату изготовления и сроки годности, соответственно. За подобные нарушения администрация магазина может и должна понести наказание в виде штрафа. В случае выявления нарушения, соответственно, прокуратуры района принимаются соответствующие меры прокурорского реагирования. Это либо постановление об административных правонарушениях, соответственно, зависит от состава административного правонарушения и, соответственно, вносится также представление об устранении нарушений закона. Анастасия Целигина, Сергей Соколов, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Яна Сараева. Оставайтесь на нашем канале и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok